Девушки отдыхают 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 Тем не менее не продолжается Ну посмотрим, что у нас будет Дизраптор Дизраптор Саппорт Ну да, видимо Пак уже без проигрыша У нас на третью позицию отправляется Но возможно Все-таки рискнуто Поставит его в мид Против инвокера Он вроде как Не плохо должен стоять Никаких проблем Особых не возникнет Поэтому почему бы и нет Хотя с другой стороны Что бы Паку мешало Все-таки Он такой Ловкий прокастер Ловкий персонаж Которого трудно поймать Что мне кажется Против кого бы не поставим Против любого персонажа При определенной тактике Действия на линии Может выстоять достойно Это внизу Это ничего не плохого А вот вайпер Судя по всему Отправится на изилинию Чем плох персонаж Все-таки он тоже Не хардкер Его время Это ранний Этап игры Это мидгейм А вот в лисе Он уже мне кажется Не так силен Ну если конечно Сравнивать с какими-то Более жирными персонажами Но опять же Это тоже уйма демеджа Уйма потенциала Это активный персонаж Ему не нужно Много предметов Чтобы начинать драться Ему нужен опыт Самое главное Это опыт А я думаю Что ему это на линии Организуют Ну кстати Может оказаться И не мидером Если у нас пак Все-таки отправится В хардлейн Возможно Все-таки так и остается Ничего не отклоняется От цели Вау напоследок Закинули антимагов Все-таки да Действительно ждут Последним делом Хардкерри И видимо Виномастер Все-таки действительно Отправится Формить Потому что Отправились такие персонажи Как Вайстилер Как антимаг С другой стороны В бане и войс И как раз Именно те хардкерри Которых Виномастер Боится больше всего Вариант автосал Не так уж и много Возможно Какой-нибудь ВК Но он кстати Под сомнением Для меня Что он Хорошо выстоит От проказ Виномастера Дебина команда Кстати Кстати я не думаю Что Виномастер Саппорт Вот Фантом Лансер Да действительно Пакат у нас Становится хардлейнером Вайпер пойдет в мид Фантом Лансера Будет фармить И два Саппорта Уже накапало У нас И ждем Последнего Персонажа Должен он Сейчас появиться И судя по мнению Команды Но креативити Вот я даже не знаю Они видимо Ждут здесь Изилейнера Все таки Ну видимо Осталось совсем немного Времени Полторы минуты Дополнительного времени И MVP раскроет Своего героя Закрывающий пик Поэтому они Вольно делают Все что угодно У них уже Все карты на руках Это мы плюс Закрывающего пика Они могут Оценить ситуацию Что может Сделать больно Фантом Лансеру Хотя в принципе Сейчас есть Много вещей Которые это делают Это инвокер Сауе про кастом Это веномайтер Сауе про кастом Это ancient operations Сауе про кастом Поэтому на мой взгляд Фантом Лансеру Уже придется Крайне непросто Но тем не менее При какой-нибудь Хорошем микроконтроле Мне кажется Он все таки Может что-то там сделать Энигма берется Напоследок И это Это лес Все таки Веномайтер будет фармить Интересный конечно Расклад Нечего мне здесь Особо сказать Давно я не видела Энигма В принципе Энигма редко появляется Хотя персонаж Очень хороший Для драка В принципе Хороший для таких персонажей Как Фантом Лассера Потому что Все таки Ауе контроль Так что Хорошая альтернатива Дизраптору То есть Раптор примерно Те же самыми делами Занимается Хотя С под его ультимейта Выпрыгнуть проще То есть Видно что Дизраптор подходит Его давать И можно там Заявить его Все групповые этапы Все групповые этапы Проходили в формате Бест оф 2 А теперь все Бест оф 1 Видимо как-то Уподобилось немного Аматор серии Но там раундов В 40 раз больше Там их штук 15 12 13 Не знаю Когда как получится Или как Фиксированное количество Ну тем не менее Игра начинается Да вот Когда Игры без Билета Вот эта вот Штука красота Видно до сих пор Но я думаю Закончится компендиум И мы перестанем Присозреть это Чудо техники Ну Последние дни Наслаждаемся Последние дни Играем компанию Последние дни Проходим квесты На персонажах Но пока есть Немного времени Присоя коллективу Займемся этим Нам не сильно Дают время Но пока что Давайте поговорим Команда No Creativity НС У них Мата будет играть На Дизрафтере Серег Сергейка Будет играть На Фантом Лансере Нон Грата Будет играть На паке В Хардлейне Да действительно Это Хардлейн Сфландер Будет играть На Сордаре И имба Будет играть На Вайпере У команды MVP Revolution У них Стак все таки Более сложные По никам И тут все Более не похоже У меня все таки Сфотка на лобби А все что вы видите Это то что написано В игре Я тоже в игре Скорее всего Буду ориентироваться Больше на персонажа Чем на людей Потому что Ну видите Цифры понаписаны А в реальности На самом деле Другие люди там сидят И Юф У них будет играть На Виномансере Сикстер Будет играть На Инвокере Не знаю Как это прочитать Серьезно Я попыталась Максимально адекватно Это сделать Близи Будет играть На Энигме На Никсе У нас будет Играть Заяц Заяц И Кочер будет Ancient Operation Вот такие вот У нас ребята Собрались Хорошая коллектива Пожелаем им Хорошей игры Удачи И повеселиться Как бы В принципе Звучал стандартный Отлич Ну и В принципе Пока что Не вижу Какой-то особой Активности На рунах Вроде как Все должно идти Стабильненько Вижу Хорошие варды Уже есть От силы тьмы Просвечивают территорию Подсвечивают Если вдруг Кто-то Задумает Загангать Есть Антиинвизный вард Есть вард От всяких Чудиков Хотя я думаю В инвизе К ним уже Некому здесь Выбираться Ну Мало ли Там руна Конечно зарядная будет Но это возможно Была как раз И Антивардовой В центре Надеюсь Никто ничего не поставил Или еще не успел Поставить Мы это узнаем В ближайшее время Но пока что Все руны достаются Тем персонажам Которые планировались Никто не отбивает руны Никто не борется За них Искучно И хорошо Вот И на этом игра Начинается Но он Гратов все-таки Действительно пошел Вард Ну для пак Это тоже Достаточно Привычная позиция Да конечно Не мид Который для него Создан Но Тоже ничего плохого В этом нет У него есть хороший эскейп У него есть достаточно Дэмэджа с руки И главное Он рейнжевой Рейнжевой Могу всегда Полегче стоять Все-таки Ему не нужно Так близко подходить К репам И к прочему Да там пишет ММР и команда Ну действительно Это MVP революшн И это Но креативити Это Мне кажется Достойные звания Тир 2 коллектива Которые правда Еще не успели себя проявить Достойно На турнирах Но сейчас стартует Новый сезон Сейчас стартует Новые возможности Могу сейчас Разве что сказать Что на квалификациях Вайлигу Пролетела и одна И другая команда Вот Там дабл демейш Все-таки прошли Это СНГ Но оба этих коллектива Принимали участие Сландер Имба Ну да Сландер пытается Как-то напрягать У Зайца Небольшие проблемы Но хороший подкоп Сразу же подвоим И имблокер остается С которым только настреливать Но имба Тоже знает Как пострелять Умеет это болезненное дело Все-таки Поездом атака Это вещь такая С которой не шутят Ну а пак Тем временем Затарился хилом Веточек побольше Все на жир Все на себя И правда Это ему не сильно помогает Против фенча Тут есть уже сразу же Пауза Как-то меня Аппарата не было Похоже На то что он вылетал Но видимо Это все-таки случилось Вот Здесь антревар Стоит хороший Бывает чудики В инвизи заходят Мало ли Кто-то задумает Но Как обычно Мидер и четвертая позиция Это в последние Скажем так Патчи Стало необходимостью Все время Мидеры становятся под удар Понимают их важность Их позиции Ну и плюс дополнительный Крип на лайне Это значит что Не так сильно страдают От потери опыта И денег Мидеры Если вдруг у них Кто-то там Постоит пару минут Поэтому я думаю Здесь напряжение будет Примерно до первой крови А потом Сландер и Зайц Разойдутся по своим делам На этом в принципе Все закончится Энигма стоит Соло-хард Интересно Ну да Видим планы у него Достаточно большие Долгоиграющие Сначала Арканы Потом Мидас Потом уже Блинг Ну посмотрим Как у него в харде Конечно получится Но пока что По крипам он не остается Все-таки У пака Как-то побольше проблем Ну хотя Два крипа Три Четыре Это все Мелочи жизни Да MVP Революшн против Новокреативити Ну здесь действительно Это второй этап Про серии Здесь уже начинаются Серьезные стычки Начинаются серьезные Какие-то Предстояния Серьезных команд Которые действительно Претендуют на победу И действительно Здесь встречаются Какие-то более-менее Именитые коллективы Которые Как например Наблюдаем мы Сегодня Вот И сейчас посмотрим Заодно Откроем Таблицу Группового этапа И посмотрим Как дела у этих ребят А по-моему Они Да Действительно Это первый матч Играет Судя по всему Сегодня и завтра Будет решаться Судьба этих групп Но у них тут Сильные ребята В ламу Которые Играли В финале С Дабл Дименшин По-моему В квалификациях Сабакс Которые там В четверть финале Играли Ну в общем Действительно Серьезные коллективы С которыми Еще стоит побороться Вот Ну Они мне Более-менее Практически Все в этой группе Знакомы И Не знаю Что здесь сказать Не знаю Получится ли У MVP Продраться далеко Потому что От них Очень многого Ожидали На этих квалификациях Ожидали То что они Как минимум В финал выйдут Против Дабл Дименшин Но как итог Они отлетели В первом же Своем матче Их закинули Сразу же В 1.16 Вместо 1.124 Что ли Не помню Извините Вот И они В первом же Матче там Проиграли Ну Случается С кем не бывает Просто не повезло Действительно Бест оф 1 Это рулетка Там Какая-то неудача Я не знаю Там у мидера Нога разболелась Или Погода Не пошла Или у тебя Сегодня пальцы Как крюки Ну У меня часто Такой с языком Все-таки бывает Ну Практически постоянно Но это уже Мелочи жизни Вот И Вот эти все мелочи Какие-то Вот абсолютно мелочи Вот просто там Звезда не твоя В этот момент была Именно вот в эту секунду В эти полчаса Который длился матч Или что-то в этом роде И даже слабая команда Может Выиграть У более сильной Ну и это я не говорю Как-то не оправдываю Команду MVP Как-то не пытаюсь Ее выгородить Но Все-таки на мой взгляд Бест оф 1 Это самый не Объективный формат матчей Хотя Мне все время вспоминается Когда я об этом говорю Матч ИДЖи Эмпайр На интернешнл Или вроде как Игра на вылет Нужно подходить Со всей серьезности Вроде как Там было Бест оф 3 уже Но тем не менее ИДЖи Прошу прощения И Вилджиниус Успели Проиграть два матча Это наверное Потому что я спать Легла и не смотрела Так бы они не проиграли Не Ну я конечно рада Это СНГ Победа Все хорошо Очень хороший у них Результат для них Так он Клачер зовут Почитаем Там по-моему Там по-моему Катер Было написано Катер В лобе Так Вот И казалось бы Тир один коллектив Буквально Вице Победитель интернешнл Слил Тир два стак Ну Не то чтобы я Какого-то такого То что я так Неврежительно Отношусь К Эмпайр Но На мой взгляд Все-таки Они слабее Ну например Слабее ВП Они слабее Китайских команд Но просто объективно Слабее Они Как например Хэлл Резерс Которые случайно Попали И тут же Вылетели С интернешнл Или клауднайн Вот Но Я тоже Я от них не ожидала Я думала Что вот матч IG Это все Это для них все Это действительно Было бы для них Хороший результат То есть Они продрались Интернешнл И показали там Кучкину мать Но тем не менее Такие вещи случаются Нет У меня тут Качер написано Качер Вот это никак Качер нельзя Почитать А вот понятно Почему Здесь перенос Матча случился Он должен был начаться В 7 часов По Москве Но вместо этого Начался в 6 И это суть Потому что у ребят Игра была Должна быть В 7 часов Но Надеюсь что Они опаздывать не будут Потому что часто Такое бывает Там На одну кадочку Подождите Вот И из-за этого Перерыв На 40 лет Потому что Эта кадочка Длится не 40 минут А 120 5 минут Это кстати Еще щедро Обычно Там дают 2 минуты И все Две паузы По 2 минуты И то Одну паузу Сейчас А другую Через 20 лет Ну пока что Думаю что Пак все Пути к Сотвлению Продумал Потому что У него нет Его Шифта У него Есть только Арба Поэтому В принципе Удачно Кинуть Арбу И Перенестись На нее Он всегда Сможет Думаю что Каких-то Особых Ситуаций Не возникнет Но Инвокер У нас Стандартный В принципе Раньше Было много Хороших Разгадчик Было И Куас Экзорд И Ну точнее Сейчас Все Куас Экзорд А раньше Это было Ну не то Чтобы Более экзотика Просто Не все Люди Так качались Куас Векс Много Инвокеров Было Векс Экзорд Куас Экзорд Мне казалось Действительно Что это Одна из Самых Топовых Сборок Ну как Сборок Раскачек Потому что Это тебе И реген Хороший Демо Живой Мой Спилы Полезно Ну в принципе Мне кажется Я сторонник Тех Инвокеров Которые Вкачают Хотя бы на Единичку Тот шар На который Не делают Упор Потому что Много Спилов Себе Огораничивают Например Качаются Через Класс Экзорд А векс Не вкачнут И в итоге Без Гостволка Где-то Погибает Очень Глупо Вот Такие Вещи А сейчас Все Абсолютно Все делают Экзорд Ну да Кстати Были просто Экзортовые Инвокеры Кстати Которые Не качали Особо Ни класс Ни векс Там На единичке Буквально Сейчас Они все Одинаковы Квас С экзорд С упором На экзорд И там Ничего Не меняется Единственное Хороший Инвокер Отличается От плохого Тем Что Умеет Прожимать С полы С аганим Потому что Аганим Собирают Абсолютно Все У всех Планах Все время Находится Мидас А после Мидаса Аганим Вот И Если ты умеешь Прожимать Нутки Конечно На этом Аганиме То есть Тебе цена Если ты умеешь Попадать с анстрайками Естественно Потому что Инвокер Который Попадает с анстрайками Это бесценный Инвокер На ранней стадии игры Все-таки Дэмэджа уйма А фраги Практически Халявные Хоть опыт Не получаешь У нас Общительные Команды Попались Это тоже Хорошо Они По крайней мере И друг друга Ненавидят Как это бывает Не торопят Вот Казалось бы Игра должна Начинаться Через 40 минут Это уже заявочка Я так Сколько раз На касты Не успевала Когда думала Что за час Успеет кастить Игру А нет Пока что На этом Сейчас Спрашивают По страницу Так Значит Говорят Что мидер Штормпет Будем знать Так Говорят Что у мидера Фамилия Прошли Никнейм Штормпет Будем Так его называть Потому что там действительно Там такое Малосочетаемое Вот Сигстр Вот Вот это У него Блокусочетание И еще Какие-то Символы Промеж Этого И как-то читать Скажите Пожалуйста Ну слава богу То что это не какие-то Иероглифы Или не Просто цифры Потому что читать Двойне Сложнее Ну хотя Есть И именитые Игроки С цифрами Вместо Ников О ну И игра Начинается Видите Как раз Штормпет У нас Мидер Сикстер Ну будем Знать Да это Инвокер Сикстер У нас Вот И что у нас Штормпет Получил Псиотычечку Поездом Атакам Видим В смоках Уже подползает Сландер Имба Получит ли А это Мата Прошу Прошу Причения Имба Здесь рядом Пытается Сделать вид Что ничего Не происходит Но что-то Понял Инвокер Отошел Назад Есть у него Просветочка Поэтому он должен был Увидеть На центре Варде Заходит За спину Ничего не боится Но Крип Это рядом Можно подавать Крэш Есть Квас Ну да Реген повышенный Но это его никак Не спасет Здесь есть Сеточка Есть Да Попытался Откинуться Как-то Колснэпом Но этому никак Не помогло И ферсблат Забирает себе Имба Вот видите Мы не пропустили В этот раз Сеточка Для меня Это победа У меня это часто Случается Я первые 3-4 фрага Стабильно пропускаю Веномансер Формит У Веномансера По фарму Все не очень хорошо Но не очень плохо Могло быть и хуже Но видим То что пак Своё дело и дело Он его напрягает Немного Заставляет его А хилл Кстати здесь не заставляет Он просто плохо Ее фармит Ну бывает Не пошло Крипы как-то Не восхитятся Тоже бывает такое Буквально Двух Дэмэджа не хватает Вот Все это тоже бывает Это тоже бывает От того что Не пошло С самого начала И будете Хоть 8 ммр Хоть 10 тысяч ммр Все равно Так оно и будет Лайпер взял себе Стики Взял себе Аквилу Аквилу уже включил Видимо пытается Как-то Больше агрессивно Играть Пушить максимально Под тавер инвокера Чтобы не давать Ему возможность Выброса И чтобы давать Возможность Своим саппортом Раз за разом Вот такие вот Атаки устраиваете Матов в очередной раз Сейчас поставит сетку Сетка есть Очень медленно Бегает инвокер Нет у него ни одного Викса Получает здесь Пички уже от имбы Поставил стенку Но стенка Это не спасает от имбы Он по ту сторону Оказался имбы Делать себе Ну нет Это не мог Фраг достался Достался все-таки Сландеру Но Штормкэт Явно Чувствует нехватку Своих саппортов Все-таки Никс отошел Для него проблемы А Никс оказался Наверху И помог Виномайсеру Но Виномайсеру Фраг не достался Зайц его забрал сам Второй левел у него есть Ему срочно Его надо где-то набирать Я предлагаю Поселить опыт у Мидера У Мидера Слишком большие проблемы Чтобы оставлять его одного Да, тут тем более Рукотворным духом Пытается Ласхитить вместе с собой Но это в принципе Один из немногих спулов Которые доступны При раскачке Через класс экзорд Не считая стенки Кулснэпы И Санстрайка Ну, санстрайком Там тоже еще нужно Когда тебя так набят Тебе некогда Вот, кстати, на имбу Нападает Есть приморозка по нему Ну и должны Да, действительно Есть МПЛ Приморозился он От аппарата И Сладдар попытался бы помочь Но им бы все равно погибать Теперь Сладдар будет не погибнуть Есть сетка Сладдар должен выбираться Он хочет забрать с собой аппарата У Барат проблема Аппарат погибает От Маты Маты еще и Бил немного Зайца Он Зайца зашел назад Но пока что Разменялись один в один Но разменять саппорт В пятой позиции На Мидера Это все-таки не так приятно Но Сладдар стоит на краешке Прямо на самом-самом краешке Так, раш Есть Пользован атак И сетка Я думаю, он отсюда не выберется Хотя по нему Очень хорошо коллснап заезжает Еще дычки не хватило Ну да И он погибает Смертью храбрых Вот только отошел отсюда Зайца Отошли его саппорты Как тут же Начались проблемы Нужно его просто не покидать Выбеситесь По крайней мере минут пять Ну потому что Иначе Вайпер уже, кстати Близок к своему шестому левелу Этот шестой левел Даст ли себе знать С шестым левелом Он уже никого не отпустит А у инвокера Банально не хватает левела Чтобы взять себе Векс Зайца Откидывается по имбе А, этот был вард сил света Прошу прощения Это все-таки для Зайца Были проблемы Я почему-то заглючила Потому что он для сил тьмы И он как-то помогает Шторка эта А тут есть коллснап Им бы хотелось бы пробивать Но у него 7 арморов Все-таки Рингов аквил Это вам не хухры-мухры Ну и будут сбраться Апнутые стики А с другой стороны Кстати, Зайца ловят У Зайца нет карапасов Это самое главное Стан есть Пьет пивач рай Ну вот поняли Да, с этим совладать уже трудно Мне кажется У Мата будут проблемы Мата отходит назад Сландер Сландер испытывает проблемы Сландера ловят И там он обердный Погибает он все-таки Пайперу остается только отходить Как можно поспешнее Да, действительно Он погибает Погибает Поле боя Мата отходит назад Ну, кстати, он не пострадал Ему бы еще маны На телепорт Но она нескоро накапывает Ой-ой-ой Он тут заметил курьера Точнее, курьера он заметил Курьер его заметил А он курьера нет Ну, возможно, просто решил Не оставаться его победить Понял, что для него это верная смерть А так он выбрался Кстати, у нас наверху приняли Ой-ой-ой Тут еще и проблема Топорейшина Должны его ловить Чуть не примерз пак Отходит назад Нет, все-таки примерз Ворды там его еще немного подбивает Но я думаю, что это не сильно больно Есть орб по зайцу Ну, он уже вкачал карапасы Да, но не сильно кто-то от этого пострадал Забрали пак И Сландер должен разменяться Сландер разменивается Краш И, конечно, Топорейшина Он не заберет Боится Все-таки один плювок От виномастера И он уже не живет Сландер пытается амансить Да Крепы от него отстали Теперь отстали герои И он в безопасности Сергейка Теперь Заяц Оставил своего Имба здесь Его видно Его видно как на ладони Видно, что вокруг него В принципе ничего нету Что за его спиной Не стоят рядом враги Можно ловить У него проблемы Заяц, выходи на помощь Заяц понял, что рано вышел А вайперовым не так-то просто Он не подставляется Понимаю, что здесь Можно и словить Неприятности И особенно От Никсасасина Никсасасина нет пока 6-го левела Иначе неприятностей было бы больше Но все равно Им бы на всякий случай опасается Мало ли где он входит Мало ли что он делает Сюда еще подтянул Сеншн Топорейшин Опять решили Окружать звокеры Есть приморозка Есть полснеп Он здесь, кажется, не примерз Нет, есть подкоп не попал А все-таки примерз Да, еще здесь Санстрайк есть И они должны забирать Он такой жирный Никак не получается Еще тычка нужна Стики, стики На развороте Ультимейт Заяц Заяц пытается с ним размерить Заяц проблема Заяц будет погибать Еще тычка по Зайцу Имби надо отойти Имби надо отойти 26 кп Да, отходит назад Прямо русская с него спадает Тем временем Мундукер тоже погиб И я считаю Парейшин тоже должен погибать Здесь по нему Первый спал дизраптора Краш И пару тычек Еще тычечка Да, все Сландр делает Здесь Киллен Сприй Ну, знаете Это великолепная игра Сландра Все время оказывается к месту Для него уже Четвертый фраг И четвертый Ассист Он принял участие В 8 фрагах Из 9 у команды Поэтому Действительно Он здесь очень красиво Исполняет Он все время Подходит в нужное время В нужное место И им будущее Ни разу не продали Вот именно Не продали в том смысле Как продали инвокера Штурнкета Который стоит все время один И все время Скажем так Ну, я не знаю Просит ли он о помощи Но, тем не менее Помощь ему не достается Он стоит один Но объективно Против вайпера И таких противных саппортов Он один стоять не может То есть Ему никак не убежать Ему никак не скрыться Я думаю Что если бы он даже Госфокс Изначально вкачал То это спасло его Только единично А дальше уже пошли бы В ход дасты И варды Так, ну тут сландры ловят Есть интри вард Ну, поразменим Он с утычками Не знаю Увидел ли он этот вард Или нет Но, тем не менее Ставить сюда ничего В ответ не стал Ну и слава богу Иначе его перебили Потому что у него просто Опс Так Ну тут пак не может подойти Приходится ему фармить варды Варды Имеет тоже хороший рейнж атаки Поэтому Да Неразменим Он с утычками Не получается Сардар купил себе Кстати, транквилы Будет жить А там где-то Санстрайк летит Нет Близи Кстати, он как он это сделал Он это в соло сделал А, и вместе с птицами С осасином Ну ладно Ну да У фантом-мастера В принципе, дела идут неплохо Он фармит Видимо, первые два места По крипам занимают Коры команды Ну, креативити MVP пока немного отстают Но это как раз Из-за инвокера Которому досталось на миде Действительно Очень много сил Выложили в инвокера Который мог рано раскрыться Мог как-то Хороший массфайк надавать И, кстати, зайцы Сейчас могут поймать Есть, он попался в сетку Хороший покуп по двоим Мата Мата Поистил супер спел И должны как-то заблевать Но имба не хочет Так далеко идти Есть возвратка по зайцу И последняя тычка Наносит имба Это для него четвертый фраг А с другой стороны Локер фармит Он так равнодушно смотрел Как убивает его союзника На всякий случай Отходит назад Боится Сландера Сландер его видит Он видит Сландера Искраборь и безумие Все расходятся назад Но Сландер как-то не знает Куда ему убежать Он, в принципе, готов Дайвить за Т2 Тауэр Но, в принципе, это опасно И правильно Потому что здесь есть Близью Кстати, у Близи нету Блэкхола Это тоже Надо подметить Видимо, через Блэкхол Убивали у нас Сергееву Ну, у Сергеевки, кстати, есть Солу Ринг Есть Буду Тревела Ну, такая стандартная сборочка Для Фантом Лансера Все время для того, чтобы Была возможность Посланить Копьями Собирают Этот спелл Там еще наверняка Вкачает себе талант На урон на Спирит Плэнс Хотя Тоже одно другому С другим Может и не стакаться Не обязательно Далеко не обязательно Сландер помогает Ставаром В целом у него Шестой левел уже есть Поэтому Если что Бить он должен попольнее Зайца Ага, ему все-таки Забрал Тавар От Зайца получает Карапас И как только они закончились Он плюет Ультимейтом Да, конечно, Зайцу больно Но он делает телепорт Это самое умное Что он мог сделать В этой ситуации Уйти он бы никак не смог Да, и, кстати До сих пор у него нету Вендетта Нужно как можно быстрее Где-нибудь получить Книжку, например, съесть Это должно ему хватить До шестого левела Вот И уже там начинать Как-то атаковать И работать живым вардом Потому что его команда На центре не скупится В принципе, команд На неживущих Вот Ну, а в целом У Энигмы Это дела лучше, чем мы предполагали Я боялась, что ему там Лансе прохода Не даст с вами копии Но нет Аркана нафармила Уже Мидас есть Сейчас все себе привезет И еще и Блинк будет на подходе Минут через 5-7 Я думаю Так Дизраптор Дизраптор С имбой идут По варду прошлись Отличненько И должны здесь встречать аппараты Ну, аппарата как минимум точно Ну, конечно, можно было Размениться Не размениться Шестерки Есть тэп-аут Есть возвратка Просто не глядя Я нажал дизраптор Вот Ну, и все-таки погибает Дизраптор И должен успевать уходить Отсюда Виномайстер Ну, у него, кстати, ТП есть А почему он его не прижимает? Не хочет, видимо, тратить Ресурсы свои Ну, и отходит назад Все-таки его здесь не подцепили Хотя была возможность Если бы, я думаю, Пригнорировали аппараты То, может, его и подцепили Был в азарт Как минимум Вот, извините Немного отвлеклась Там какие-то вопросы Мне задают Есть ли тиммейт Да, ему, конечно, накрыли Но, мне кажется, ему все равно Он это переживет Обиделся Может, немного Но это максимум Заяц Заяц жив Ну, пока что жив Дримкоилл все-таки висит Виндетта у него нету Два 60 секунд ближайший Есть Сайленс Ну, много демо же по нему заезжает И поэтому здесь должен погибать Я бы сделала последнюю тычку И ловить аппарата Ловить было бы чем А нечему Пока не так много все-таки Манны Прожимает на все Кислые частики И отходит назад Инвокера, мы видели Пометил Слардар Инвокер, кстати, собрал Свой Мидас Поэтому более-менее У него должно Все складываться Так По Деньгам Ну, сейчас мы видим У него все плохо Он в два раза Отстает Вайпера Но у вайпера 6 фрагов А у инвокера 4 смерти Это, в принципе, закономерно Но он более-менее Должен выровняться Потому что у него есть Мидас А у вайпера нет Но вайпер может всегда Отыграться на шальных фрагах Все-таки сейчас Он на фике своей силы У него достаточно Перепарм Перелевел Скажем так Переэксп Или как это сказать Вот У него есть уже Драгонлендс И Поэтому И для него Убивать сейчас Самое оно Особенно без защитных Вейномастеров У которых нет никаких Средств Для обезопасивания себя Ни БКБ Ни каких-то Глимеркейпов Ничего Кстати, Слардар Может Да, отлично Напал на Близи Близи должны разбирать Здесь есть Так Есть возвратка Ну и Здесь Близи Наверное ничего не сделала Все-таки Блэкхол Отдавать он не хотел Слишком уж хорошо Позицию занимали Команды сил света Ей какие проблемы у Пака Пока чудом не задело Этим Санстрайком Ну и Да Он отходит назад Ну они хорошую позицию Действительно держали Они все время были на расстоянии И дать Блэкхол Двоих сразу Не представлялось возможно Поэтому Близи просто погиб Смертью храбрых Кстати Как у него это Малифайз Почему он ему Лидик до лого пришел Я не знаю Так Вайпер Ну Вайпер Как-то что-то Замедлился В своих Кровожадных Помыслах Он начал просто Фармить Но я понимаю Что он сейчас Собрал себе Ходов дефенс Скорее всего Просто для себя Не будет никуда апать Хотя если деньги позволят Почему бы и пайпы не собрать А тут с другой стороны Еще и Микс поймали Близи опять вылез Близи опять можно поймать Но у Салтара Нет практически маны Да Мог бы влететь И постоять Или тычечку дать Но не более того Ну тем не менее У Энигмы Теперь тоже Начались небольшие проблемы Но опять же Есть Мидас Мидас Как-то немного Сглаживает проблемы С фармом Даже если у тебя Его не хватает Если ты постоянно Дерешься То он тебе помогает Не оставать По экспе По фарму По всем Вот этим показателям Вот Ну и в целом Пока что игра Немного замедлилась Мы видим фраги Какие-то сольные Совершаются Но команда до сих пор Ходит по одному Никаких ощутимых Действий нету Но сейчас Все-таки Преимущество На стороне команды Креативити Силы света 5 тысяч по золоту По экспе Это у нас должно быть Ну да Тоже около Ну 4 тысячи Тверденькие Ну и щетка Разумеется Тоже более-менее разгромная Но это все Из-за Мне кажется Мидера Опять же На мидера Очень сильно надавили Вот Для него Это должна быть Очень дикая дизмораль Для него Это должна быть Очень Плохой старт И если игра плохо начинается У тебя уже Кажется Так вот Откладывается в голове Что она проигрышная Даже если на других клиниках Все хорошо Для тебя кажется Что это игра проигрышная Потому что ты умер 4 раза Ты сильно не дофармливаешь И Хочешь Не знаю Хочет ли он убивать Я не знаю Но по крайней мере Он не останавливается Он фармит Он пытается фармить Он пытается что-то вытащить И кстати У него уже есть Пуижен бустер Так вот Поймали А нет Вот Всего лишь Ну В целом И крипов здесь ловят Ничего особо не происходит Но Главное то Что блинку с лордара Он его уже реализовывал Ну и в целом Это Хорошее средство Для борьбы с энигмой Внезапный врыв Раньше чем ворвется она Ну А почему бы и нет С лордар Надо бы ему конечно На топ перетягиваться Со своими способностями Но как-то он не торопится Решил пофармить Тайдин Вышка осталась только на топе Поэтому ее очень сильно Хотят подздавить Им бы на нее помигал И готов уже выдвигаться У вайпера Кстати Ну да Решил просто пику собирать Не Разминиваться по мелочам Есть никс Он ничего не боится Здесь сентри вард Цепляет имбу Хотя он уже Кричнями замахнулся Ага Увидели зайца Увидели сентри вард Забрали сентри вард Ну и зайца уже Не нападет Хотя там поставили Мы видим рядом сентри Не успели забрать вражеский Началась борьба Но видимо больше сентри У команды силы Нет Есть у дизеравтора Ну кстати Если он поставит Они без вариантов Заберут этот вард Потому что Все-таки у него Меньше хп Ну и для них Это будет в любом случае Плюс Так С другой стороны Очень быстро Разбаляем никсу Очень быстро Все-таки он решил Вылезти в другую страну И Ну и что Что там уже есть Вард от силы света Ну вот видим То что тут Никсу не оставлять Никсу никаких шансов Здесь есть всегда Варды Всегда есть просвет От него И все подступы защищены Это как раз Правильная контра Этого персонажа В отличие от Каких-нибудь дастов Потому что Этого героя Нужно контрить До того Как случится Несчастье А не постфактум А это обычно Он уже нанес удар Он уже зарезал Загон Допустим Стана догона Какого-нибудь персонажа И тут дасты Ну и что Ну и что эти дасты Он все равно Уже сделал свое черное дело Да Слардар ничего не боится Он вышел прямо Лицом к лицу Коинвокер Выдал на него Свой ультимейт И Пошел дальше Никма фармит У него же есть Второй левел Блэкхолла Он из тех Энигм Которые не любят Им расщедриваться И да У меня тоже Такие знакомые Блэкхоллы были Которые выдались Эти раз Ага У Сландра проблема Сландр должен погибать И вообще-то Поймали втроем Неудачно вылезть На этот раз Вот Были знакомые Блэкхоллы Которые Ждали всю игру Какого-то момента И потом он был Один единственный раз В ультующего Феникса Допустим Вот что-нибудь Такого плана Ну я думаю Со многими Такое бывало Ну а что Пулдаун у спала Большой Не хочется Лишний раз Тратить Бояться Что не останется Его на нужный момент Но все-таки Три минуты А здесь уже У нас 18-ая минута Вы знаете Сколько раз Уже Мог откатить Этот спел Ну один раз Он действительно У нас побыл В откате У Пака Тоже есть Глиндаггер Ю Будет собирать Ну тоже Такой Более-менее Стандартный Пак Ой-ой-ой Там кстати Поймали Пак Есть по нему Малифайс И не успел Он на арбу Кстати Перевестись Ой-ой-ой И блокпо По нему Не пощадили Кажется Да Все-таки Препечатывал Санстрайком И подумал Что там Не хватит Анимации Но все-таки Ахватило И деможи Анимации И вот Все-таки Как только Мы начали Говорить о блокпойле Началась его реализация Сландр 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 Так заметил Зайца Не попал по нему Ну и уже Не может попасть Нет у него Больше снутри Вардей Вардов Прошу прощения Ну а Имба-1 И кстати Его могут Половить И хотят Это сделать Есть ультимейт Не попадает А это уже Очень важно Все-таки Успел Вайпера Как-то Предугадать Эту ситуацию Ну или Скорее всего Это было Отпышка Энигмы Он испугался Отошел назад Ну или Файсин словил Но это Самая Маленькая Проблема Которая могла С ней случиться Ну и кажется Здесь будут уже Диффуза В какой-то момент Ну и Диффуза Это полезная вещь Против Уинвокера Полезная Против Никтосасина Всяких И против персонажей В принципе здесь Опирается на свою ману На свой прокаст Поэтому Выжигать ману Полезно абсолютно всем Ну ребята Если вы там хотите Чтобы я стримила Матчи МВП Но Тогда Мне нужно Разрешение Команда Я даже С ними связаться Не могу Так Сландер Сландер Здесь весь прокаст Себя впитал И да Получил здесь Люлей От Дизраптора Кстати Дизраптора Его может убить Но Сландер Погибает быстрее От Санстрайка И забирает С собой Кэри Команды МВП Революшн Аппарат Настоятался Деревьях Наконец-то Его нашли Отошел Слегка Подача Нонграда Убивает Все-таки Не ошибаюсь С таким же Никтоем Он был На открытых Квалификациях И я тогда С лобби Не успела Разобраться И гадала Кто же Он там есть Заяц Мату забрал Кстати Его поймал И Заяц Погибает Точно так же От Фантом ластера Сергейка Такое ощущение Что я вызвал Сережка Вот она Узвал Сергейка И вот этот Кэт Просто в конце Менемного Смущает Серега Что ли Хотела назвать А тут уже Кэт Тем не менее Сергей Получил по себе Ультимейт аппарата Побил немного башню Охладил свой пыл И отошел назад Но Сейчас будут проблемы Мне кажется У инвокера Нонграда здесь Подходят сюда еще Остальные члены команды Есть Сайленс И свет ли До Сайленса Что сделать А он будет Нет-нет-нет Ну да Он конечно нажал Густ в окну Должны знать Что он здесь Но нет никакого Просвета Ровным счетом Абсолютно никакого Ничего нет Ни вардов Ни доступ И даже близко и рядом Ну ему повезло Инвокер отошел назад Светки Кстати есть у него Аганим Выходит он более-менее Неплохо по фарму На второе место В своей команде Точнее первое В своей команде На третье место В принципе По общему счету Вот Ну и что вам рассказать Там где-то файт начался Пускаются Утимейты И прочее Да Должны были поймать Поймали Никс Ассасина Есть Дримкойл Очень хороший Он погибает Он град Погибает Свардар И это очень Очень плохо Два В пятерых Остались И все равно Сергейка бежит вперед Аппараты забирают Тут же И Сергейка Нужно как-то Отойти Получить прокаст Но получил по себе Метеор Метеор очень больно Залетел По имбе Дали блэк пол Одного персонажа Зато какой И в итоге Ну фу Файвмен Тим Вайпа Кажется сейчас Да Команда Но в Реативите Проигралась То что можно было Проиграть Давайте-ка посмотрим Файт Рекаб Как только он появится Потому что это Тысяч пять Они проиграли Нет Три тысячи Но у них было Пять тысяч Преимущества Это как-то Очень быстро пропало И ушло в ноль Все эти хусы Вот интересно Где эти хусы Здесь или там Или они решили Бросить играть здесь И пойти Играть дальше Интересно Какой другой турнир Они сейчас играют Наверное Лимб какой-нибудь Или что-то вроде того Потому что сейчас В принципе Ничего особенного Не идет Скоро будет турнир А там девятнадцать В элхлэе уже давно Все квалификации Нет Сейчас квалификации идут Но я там не видела Команда Ну Креативити Хотя надо будет Посмотреть Уточнить Возможно я не права Так Это сложно Но можно проверить Кстати пока что Зайцы У нас мату подцепляет Есть тычка У Симейта Есть у Санстрайка Кстати Одной тычки не хватило Зайцы этого не ожидал Прожил он всякий случай Крэопаса Но все-таки забрал Негодяя Ну как так можно было Да У Зайцы проблемы Зайцы нет инвиза И он погибает Мгновенно В новую винду Это не оказалось Какие тут прям Талант Нагачали Да Спирит Плэнс Он действительно вкачал И плюс 8 ко всем атрибутам И в принципе он собирается Больше на жир Нежели на какой-то дэмэдж Кто там у нас еще Что-то не вкачал Дизрап Кстати ничего не вкачал На 10 левеле Ну возможно он еще ничего не вкачал Пока что на базе сидит Пак себе вкачал Да здоровья Немного на этом В принципе необходимо Аппарат Слетает с хорошим Мультимейтом Спалил всю контору На Рошане И отходит назад Так Там пытаются конечно Рошан забирать Но пилить его будет Долго Один Вайпер бьется Сюда бы еще Фантом Лассер потянулся У него пошло быстрее Да и здесь армор Но он все-таки имбадин Ой-ой-ой Какой хороший здесь линк Какой хороший стан И погибает должен аппарат И висит на нем Урна Ну Сландра проблема Сландра отодвигает назад Он все равно горит Сгорает скорее всего на работе Погибает все-таки этот аппарат Зайца стреляют Ну вот видим Вайперсай в стане И должен погибать Никса Никса не застреляли Последняя тысяча Когда не улетит Летела Слава себе Господи Не мясовая Погибла инвокер Ну и проблема Виномастер Виномастер тоже Должен погибать И вот видим Ответные любезности От команды Ноу Креативи И минус 4 в исполнении И бесплатная Рошан Должно посмотреть Сколько они здесь выиграли Скорее всего 1002 Раз преимуществ Никакого нет То никакого множителя Для золота нет И должно сойти Более-менее мирно Вот Только осталось Не пропустить Хайтрекап Ну да Вот Сергей Каптинус Делал с Рошана Подскок быстрее Ну и действительно Здесь они полторы тысячи Получили Разменялись 1 в 4 Очень хорошее здесь Рошан был забран Ему взяла Егис Ну и действительно Его и так было трудно убить А теперь его вообще Трудно Подцепить Ну и Сергей Тем временем Формить продолжает Есть Его манта стайл Ну что ребят Собираемся с мыслями Мы продолжаем Блядь за этой игрой Мне просто интересно Что у нас должно было Играть команда Но креативити Потому что единственное Что я знаю Сейчас идет параллельно Это Войлплей Квалификация Одного маленького турнира Его даже минором трудно назвать Там маленький призовый фонд Но тем не менее Там много достойных команд Участвует Хэлл Рейзер Там вчера проиграли Вот Или это не вчера Это было позавчера Это было да Все таки Понедельник Сландер Кстати сейчас может подставиться Зайц его прижимает Близи Близи Дает свой малифайз Есть стан И в случае чего Мне кажется Здесь пойдет вход И блэкхол Но хватит и Прокаста вместе с инбокером И в итоге Близи достается фрак И блэкхол на месте БКБ кстати у него есть Поэтому сбить блэкхол ему Будет труднее Но он тут не кстати любитель Давать его Большое количество персонажей Больше он куда-то в соло идет Но это В этом нет ничего плохого Имба С Айегисом С пикой Весь такой себя затаренный Уж бабочку решил себе брать На 25 минуте Ну смелое решение Кстати он себе взял Локость урона Ну набирает статов И дальше скорее всего Дальность атаки будет Ну да Зачем пользу на так На постройке Это в целом Не критичный вариант Особенно когда ты Сносишь молниеност Ну тут Хотели подцепить аппарат И кстати может хватить деможа Последняя точка осталась Но нет Он успел улизнуть Да не хватает башера Этому фантом лайсера Но он пока что Монт остался Собирает практически Уже есть у него Эти деньги Да уже появились И он себе его взял Сергейка сейчас Получит ультимейль Да там стил Ему с базы Аппарат забирается Т2 тавр И никак чем Не может ответить Команды MVP Revolution Да MVP ребята Играют за силы тьмы Но креативити Играют за силы света Ну он Грата здесь спрятался Не думаю что его найдут Но Сразу страшно Так вылетел С внезапным сайлисом Да он попал По зайцу Не знаю Знал ли он Что зайц тут Но на всякий случай Мы видим Ну он Грата играет В Саевове Отошел обратно Назад в кусты Но теперь его Должно быть видно Да из каких кустов Он вышел И в следующий раз Такой уже не прогорит Ну пока что Мы видимо Дела более-менее идут Пак Пак цепляет Есть Стан Но он успел Полетать на ветрах Да Слишком рано Вышел из Сулошифта Есть Бэкпол Бэкпол мимо Мимо Очень хорошо Разбили на Глэкпол И даже на БКБ Десятисекундная И Зайца теперь можно ловить Зайц прожимает Карапаса Постоял немного в стане Сергейка Должны теперь его ловить Сландр не туда Нажал свой стан И застрял Да издалека кидает Дезармор по Зайцу Есть ультимейт от аппарата И возвратка И должны его все-таки забирать Здесь уже Карапаса Никого не обманут Да и Очень быстро решается Своей жизни Зайца Ну что Минус жизнь Зайца Минус БКБ И минус БКБ На ближайшие 2 минуты В целом достойно Ну там Да Энигм все-таки не ожидал Что Хотя там Даже вроде не Бринкаут Пак делал Просто он пешочком вышел Ну бывает Хотел его очень сильно поймать В принципе Все-таки Пак Это тот персонаж Которого труднее всего Поймать Его трудно зацепить И БКБ На него не жалко Вот Все-таки не Дезератор Который никуда не денется И не Вайпер Который не убежит на ноге Если его вдруг Поймать Аз Польский И неуловимый Пак С противлением магии Я немного вкачал Фантом Лайсер Видимо на случай Если его все-таки Поймает Блэкхол На жирок Вкачивает за себе Энигма И готов Видимо к новым Блэкхолам Новому свершению Но там еще минута До нового Но он и не торопится Он закупил себе Пойнт Бустер И будет у него Актарин Актарин Это вещь полезная Тоже жироку придает Кулдаун Немного меньше станет У Блэкхола Немного правда совсем Так Азамай Сейчас по имбе Немного моноберны Здесь стоит уже Сентривард Поэтому в случае чего Проблем не возникнет Энигма Энигму уловит Есть возвратка По нему ультимейт И БКБ Прожимает вайпер Ничего не боится Хороший дремков По троим И все-таки Хочет зафокусить Энигму Не знаю почему Его боятся У него нет все равно Блэкхола Погибает аппарат Должен погибать Зайд Зайд после девчонка Залетает И да Имба Здесь фактически Даблкил сделал Но все-таки Один из врагов Сергейка забрал Ну и теперь Можно пушить Один тавр Все-таки без Как минимум Одного персонажа Бояться нечего Ну а Мы кстати Близи так и не поймали Ну Близи Ему бы не хотелось Сейчас умирать Кстати Айгис пропал Все-таки Передержали они его Превратился он В реген И теперь Имба будет уже Чутка поаккуратнее Хотя мы видим Какого у него Рейндж атаки Все-таки Вкачал его Да Нет Поезон атаку Все-таки Вкачал Вот Ну тактический пуш Прилетели руны Прилетел торнадо Прилетел Попытались поймать пак Но пак ушел в шифт И Отошел назад У него сильно пострадав Ну у него есть 5 стиков Фкилес ему не очень хорошо Но на него вешали Суверна И он будет делать пайпы Кстати Вместо Вайпера Вайпер сики Оставил эгоистичный Худов дефенс Должны добивать этот ритауэр Отходить как минимум Ну и кстати Так собирается сделать Скорее всего Но есть блэкхолл Бэкхолл В одного имбу Так Прожимается БКБ Поэтому сбить ничем невозможно Ему должен погибать Без имбы драться совсем невозможно Но Сергей пытается Сергей нападает на Зайца Очень много его потеряет Нет у него БКБ Поэтому ему очень плохо Там ультуют А нет Не погиб Еще Он еще жив Он пытался сделать депаут Но его сбросили С корабля реальности Сергейка уже пошел До последнего драться На мужика Сландр отходит назад Ну два очень хороших фрага Конечно сделали Даже три Первые три позиции Забрали у команды Но у Креативити 1200 заработали на этом файте Ну и это достойный переворот Все-таки Жалко они что ждали Пока упадет этот тавр Можно было предпринять шаги Немного раньше Но как получилось Так получилось Все-таки Потерянный тавр Непотерянная сторона И непотерянный трон Всегда можно перевернуть Тем более что там Ребята опоздали на свою следующую игру И могут играть спокойно Еще полтора часа До следующей Тут Шайн прожимается Отблизи Он теперь уже Реинкарнировался Хорошим блокхоллом Видимо Вот видите Вроде один блокхол Селишь в одного персонажа А как в Мишел Каманде Поэтому это тоже стоит учитывать Хороший краш есть И что Таваришн Должны цепляться Хотя Здесь хороший ультимейт И Сландр погибает Погибает А как он погиб Как Лансер погиб А Лансер вообще С другой стороны погиб А кто его там забрал Вообще непонятно Ну и выкупается Сландр В принципе у Сергейки В случае чего выкуп тоже есть Ловят здесь еще Из другой стороны А Нонграта Нонграта тоже погибает ГГ Согласились Действительно Странно Ура Казалось бы У них все Кажется в руках есть У них все не так плохо Правда в Солове Пошел драться имбой И кажется это проблема Но Это видимо Из-за того Что они опаздывали На другую игру Ну да Победа В команде Випереволюшн Но мне кажется Все таки Команда Нокреатилити Должна была драться Она могла драться Могла что-то противопоставить Но Другие турниры Не оставляют себя ждать Ну Тут кстати Это Из-за того Что выходят Только Два Коллектива В плей-офф Проигрывать Очень нежелательно Если у вас попадется Хотя бы один Такой коллектив В группе Который возьмет Все карты Не проиграть ни одну То у вас уже будут Серьезные проблемы С тем Чтобы пройти дальше Молодчу о том Если у вас будут Другу два поражения Вы просто взяли И на ровном месте Отдали это Ну Сейчас кстати Хочу посмотреть Пока есть возможность Не играют ли они В LPL Так Где-то у меня здесь Было расписание Я на него посмотрю И выдамлю Потому что я не знаю Где они сейчас еще могут играть Дабл дименшн Иксбетку Нет Это все-таки Не та команда Это не Ноу Креативити Но Играет кстати Да Там команда Дабл дименшн Сегодня Ну что вам сказать Следующую игру Какую стримить буду Это там посмотрим Но скорее всего Ноу Креативити Ну что ребята Конечно Странный матч Получился И для меня И для вас И для этих коллективов Но Ноу Креативити Обещали вернуться Уже Через полтора часа В 8.30 по московскому времени Тогда и будет У них следующая игра Против сейчас Скажем Кого У них будет эта игра Вот так Против Така собак Вот так вот Ну посмотрим Кто там окажется Сильнейшим И будем все-таки Посмотреть на эту игру И будем надеяться То что там уже Команда Креативити Будет играть В полную силу Здесь они могли Действительно дать отпор Но они решили сдаться Ну что ж Пожелаем им удачи Надеемся То что на их положение В группах Это никак сильно не скажется Ну а MVP Revolution Зарабатывает первое очко В этой группе И ждем следующего матча Как только появится Какая-то точная информация Вдруг что-то появится Пораньше Я вам скажу Но пока я сейчас Все напишу на экране Для вас Продолжение следует...